Я хочу вернуться к сюжету, который был продемонстрирован с Алексеем Навальным. Но, если честно, меня странно видеть его заявление, поскольку мы были свидетелями недавнего скандала, связанного с наличием бизнеса у самого Алексея. Поэтому... Он тоже это опроверг. Может быть, он опроверг, но и мы пока не дали возможности, собственно, самому чиновнику высказаться по этому поводу. Но мы по этому не обсуждаем подробное дело обосковского чиновника. Неважно, мы его уже обвинили. Обсуждаем как пример. Да. Ну, вот, если позволите, я просто закончу. Вот комплекс мер по борьбе с коррупцией, которую предлагает партия ЛДПР. Мы начали с судебной тематики. Мы понимаем, что сегодня судебная система абсолютно коррупционогенная. У нас практически нет судей, которые искренне, честно, бескорыстно выполняют свои функции. Это главная проблема. Надо наводить порядок. Диавширизация. Да, Диавширизация. Это второй функций. Но теперь, чтобы защитить Максима Лексутова, давайте введем другую фамилию, другую историю. И вспомним, как ограбили губернатора Красноярского края, как ограбили его во Франции на вилле, которая ему принадлежит. В декабре 2013 года губернатор Красноярского края Лев Кузнецов был ограблен на своей вилле на Лазурном берегу Франции. Двое преступников ворвались в дом, где находились чиновник и его жена. Кузнецова ранили в бок из драматического пистолета. Грабители забрали драгоценности стоимостью 200 тысяч евро. Согласно декларации, на Лазурном берегу у Кузнецова есть земельный участок площадью более 3000 квадратных метров, дом порядка 180 квадратных метров, квартира и три гаража. Вот такая история неприятная, но, слава богу, там все закончилось хорошо, никто не пострадал. И говорят, что Лев Кузнецов неплохой губернатор. Молодой, энергичный, в Красноярске непростой регион. Но у людей сразу в обсуждении этой истории возник осадок. Вот как может губернатор российского региона иметь и дом, и то, ну а почему нет? Если это все законным способом заработано, если за это уплачены налоги, если, ну отдыхает он на Лазурном берегу. Не патриотично. Пускай он расскажет своим избирателям, пускай он покажет своим работодателям, когда заработал, какие деньги он заработал, какую недвижимость купил. Вот как раз проблема диапсионализации с этим связана. Обратите внимание. Очень много недвижимости за рубежом оформлено на офшорные компании. Следующий пункт, о котором мы говорим, ЛДПР, это касается... Или на какие-то юридические компании в той же Франции. Вопрос не в другом. Вы обратили внимание на людей, обратите внимание, вы сразу в своем послании сказали, вот видите, он нормально заработал, поэтому нормально купил себе дом. Это да. Завидую ему, конечно. Нет, все правильно. Вопрос в другом. Сейчас, вы же говорите про граждан России, а граждан России считают не совсем так. Они считают, да, он заработал, может, и нормально, но они сомневаются в его патриотизме. Потому что у граждан России тысячелетний, а не 23-летний опыт государственного строительства. Они как раз очень хорошо принимают взаимосвязь вещей, коррупцию, иностранная система управления, поддержка, суеверенитет и так далее. Почему у нас патриотизм и деньги, это вот деньги, вот он связан. Потому что опыт государственный. Опыт босс и патриот. А как одежда и обувь, то он не патриот. Потому что люди, наши деды и праведы, строили государство, понимая взаимосвязь этих вещей. Они понимают, как это связано. Но если мне дешевле возить детей, не каждые, соответственно, полгода в Болгарии. Нет, дешевле, реально, фактически дешевле. Экономия, понимаете? Я понимаю. Не в Подмосковье везти, там, да, в майские праздники. Про отдых никто не говорит. Так секунду, отдых, а вы же... А жизнь, а жизнь, а постоянная жизнь. А в некоторых регионах Европы и жизнь дешевле, чем в Москве так тоже. Добился результат, смог, соответственно, будущее, какое дело для своих детей. Ну, так покажи, соответственно, что Россия, в любом случае, это твоя основа. Подожди, подожди, подожди. Жить может где угодно. Но вы же профессионал, вы подумайте. Вот вы сейчас подняли вопрос по малому бизнесу. Вот обратите внимание, вот такой был документ стратегии 2020. Эта стратегия сказала, что малого бизнеса должно быть 50%, правильно? Да. Явно, что она не выполняется и не собирается выполнять. Нет, ну, на самом деле можно что угодно просить сделать. Нет, это документ правительственного уровня, специальное решение. Потому что есть другое решение МВФ, прямо противоположное. Отсюда бюджетное правило, отсюда социальные платежи и отсюда угрубление малого бизнеса. Я вам объясню проще. Вот вам конфликт интересов. Я вам проще. Национальный приностранный. Я вам проще объясню. С вашей идеологией мы упрёмся в Северную Корею. Вот мы будем жить точно с локализацией вот в том регионе. Вы уйдите от терминологии. Или на Кубе. Уйдите к сути вопроса. Суть вопроса. Мы будем вырваны из экономики. Хорошо. Если вы не будете поднимать значение своего страны и своего народа, вы будете жить хуже и хуже. Потому что вас будут эксплуатировать. Это конкуренция нас. Это жизнь, которая всегда была такая. Всю тысячу лет. Сильный живёт за счёт слабого. Победитель за счёт побеждённого. Сложно я до конца всё-таки договорюсь. Давайте послушаем концепцию борьбы с коррупцией депутата ЛДП. Она, собственно, увязывается с теми высказываниями, которые мои коллеги сделали. Следующий пункт – это борьба с фирмами-однодневками. Эта система построена на нашем достаточно сложном законодательстве налоговом. Как раз то самое малое предпринимательство. Это крайне сложное законодательство о налогах. Да. Отмена НДС, замена налогом с продаж, который будет платиться последним продавцом товара. Мы полностью разгружаем малый бизнес, мы облегчаем жизнь нашим производителям товаров. И в то же время боремся с фирмами, которые отмывают деньги, в том числе из бюджета, возмещение НДС. Полтриллиона рублей ежегодно из федерального бюджета уходит денег. Уходят они как раз на приобретение этих вилл, недвижимость за рубежом, обучение детей, которые, как мой товарищ, неправильно сказал Андрей Судник. Вот откуда берутся эти деньги. Следующий пункт. Мы предлагаем сделать ужесточение в наличных расчетах. Сумма свыше 500 тысяч рублей, предположим. Должны быть проведены расчеты, любые сделки, только в безналичном виде, с использованием пластиковых карт. Отследить, отмониторить такие операции элементарно. Теща это, внучка, внучка или жучка, жучка чиновника. Но мы сможем отследить, почему, откуда эти деньги взялись, какие источники дохода, были ли заплачены налоги. Следующий пункт это общественный контроль. То, о чем говорит Евгений, мы просто должны знать, какая собственность, какие доходы, какие налоги уплачены, где дети учатся. Вот если мы это будем знать через систему общественного контроля, а это общественные советы при органах власти, которые формируются не так, как они сейчас. С самого начала, а не общественные советы, которые непонятно не проповедуют. Представители СМИ могут и в эти общественные советы, ну просто я имею ввиду, что гражданское общество, общественные организации, общественные советы. СМИ пишут про все эти истории, в СМИ показывают губернаторов, которые отмечают дни рождения в Италии, показывают депутатов, которые... Вы почему-то зациклились на депутатах, но сегодня депутаты самая прозрачная структура. Сейчас вам как зарплату еще повысят. Да и без вопросов, я вам могу рассказать, что у меня две области и 20 общественных приемных в области, где люди получают зарплату, которую я плачу лично из своей заработной платы. А это не предусмотрено там бюджетом? Вы в коммертах платите, как обычно в Госдуме? Нет, с оригинального отделения партии, чтобы вы понимали, я вношу на счет партии, и партия оплачивает зарплату моим сотрудникам. Это все легко проверить. Сейчас у депутатов Госдумы зарплата будет... Многие депутаты европейских парламентов позавидуют. Сколько сейчас уже будет зарплат? Ну я же сомневаюсь, что позавидуют. А им мало. Как мало? 1500 там? Нет, ну это все вранье. 250. 250. 252 тысячи должны быть. Так вот, вы сравните хотя бы, у нас есть закон, если на чистоту, есть закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы, в котором прописано, что доходы депутатов приравнены к доходам министров федеральных. Я уже неоднократно выступал. Давайте министрам снизим зарплату до уровня депутатов. А вообще есть же другая... Есть министр, который получает 18 миллионов рублей в год. А, что зарплата у министра должна быть очень высокая, потому что он принимает решения на миллионы и миллиарды, и поэтому все-таки там у министров, замминистров зарплата должна быть какая-то такая, чтобы вот даже не прилипало ничего к рукам. Продолжение следует...